Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Илья Стечкин. Тема звучит так. К вопросу о кризисе журналистского образования в России. Тему вы можете видеть на слайде. Начнем по порядку. С истории возникновения документа, который вы можете прочитать в материалах, опубликованных к этой конференции. Все началось с того, что в августе 2014 года на своей страничке в сети я опубликовал рассуждения, названные так же, как и тема этого доклада. Когда я публиковал материал, я, честно говоря, не предполагал, что он вызовет такое интенсивное обсуждение. Получился своего рода виртуальный круглый стол в режиме отложенного чтения и написания. Таким образом, август прошел под знаком дискуссии, которая показалась мне заслуживающей более широкого внимания. Надо сказать, что дискуссия на этом не остановилась. И уже после публикации материалов к конференции я получил еще одну реплику, которую также без изменений опубликовал на сайте science.stichkin.com. Не все участники дискуссии согласны даже с самой постановкой вопроса. И это, пожалуй, хорошо. Первоначально в дискуссии приняли участие три человека. Я ее инициировал. Следующим подключился Василий Гатов, независимый медиаисследователь, до недавнего времени входивший в команду несуществующего ныне агентства РИА Новости. Вторым участником дискуссии стал профессор высшей школы экономики Илья Кирия. Теперь, когда все участники представлены, можно обратиться к содержанию тех сообщений, которые подробно вы можете прочесть в опубликованной статье. Итак, в своем материале я обращал внимание на несколько значимых лично для меня проблем в сфере журналистского образования, из которых первое уже набило оскомину, вероятно, всем, кто так или иначе связан с этим полем, а среди присутствующих в зале, я так полагаю, что связаны с этим полем все. Это определение понятия журналист. С этого вопроса начинается абсолютное большинство профильных мероприятий, научных конференций. И чем быстрее развивается технология, тем, я имею в виду информационно-коммуникационные технологии, тем больше вопросов вызывает определение понятия журналист. Коллеги, выступавшие на форуме «Медиа будущего» в 2013 году, например, Крис Андерсон, сформулировали утверждение, прямо противоположное тому, которое присутствует в российском законе о СМИ, и предложили считать журналистами всех, кто имеет возможность производить и распространять контент на массовую аудиторию. Независимо от того, является ли создатель контента сотрудником той или иной редакции. Понятие журналист, вероятно, оправданно пересматривается как минимум раз в год, и воспринимать журналиста исключительно как штатного либо нештатного сотрудника редакции, отвечающего за сбор, обработку и распространение массовой информации, вероятно, уже не вполне актуально, хотя бы потому, что масса не является сегодня единственной доступной аудиторной сущностью. Внутри групповая и межгрупповая коммуникации сегодня являются не менее значимыми процессами, чем коммуникация массовая. Вторая проблема, которая обращает на себя внимание, опять-таки, в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий, ничего не могу с собой поделать, специфика изучаемого мною поля накладывает свой отпечаток. Итак, проблема гуманитарной журналистского образования. До сих пор журналистика в России воспринимается как специальность гуманитарная, и это отражается на программах подготовки, в то время как концепция Василия Гатова, допустим, пост-журналистика и, соответственно, пост-журфак применительно к журналистскому образованию, свидетельствует о том, что задачи, связанные с верификацией контента, с его упаковкой и с информационной логистикой, выходят на первый план по сравнению с задачами по производству контента, с которыми аудитория в общем и целом справляется сама, особенно если это касается информационных материалов. Вспомните историю с Челябинским метеоритом и обратите внимание, что большая часть видеоконтента, которые иллюстрировались оперативно новости по телевидению, были сняты любителями, ставшими невольными свидетелями происшествия. Третья проблема, которая обратила на себя мое внимание, это потеря престижа преподавания как самостоятельного вида деятельности. То есть складывается впечатление, что преподаватель – это не работа, это сопроводительный вид деятельности, не связанный напрямую с доходами человека. И в большинстве случаев преподавание становится роскошью, доступным успешным людям. Но проблема в том, что преподавание, как и любой вид деятельности, требует набора специальных компетенций, прежде всего связанных с методикой преподавания, о чем достаточно часто забывают сегодня, к сожалению. И, наконец, четвертая проблема, на которую сложно не обратить внимание – разрыв между требованиями рынка труда и требованиями времени. На сегодняшний день то, что мы наблюдаем в качестве доминирующего медиапродукта, никак не соотносится с требованиями времени. Я имею в виду такие требования, как интерактивность, оперативность, объективность. Напротив, контент современных СМИ, в особенности телевидения, избыточно консервативен. Некоторым зрителям, я полагаю, навевает ностальгические воспоминания. Других зрителей, особенно более молодую аудиторию, отталкивает от медиапотребления по традиционным каналам. Мы еще скажем сегодня об этой ситуации. А сейчас перейдем к тезисам моего коллеги Ильи Кири, который на первый план вынес проблему потери поисковой функции университета. О чем речь? Речь прежде всего о том, что классический университет – это не только элемент системы воспроизводства кадров, но и инструмент научного поиска, то есть место, в котором наука реализует свою прогностическую функцию. Речь идет о том, что современный университет стал забывать об этой своей функции и становится придатком индустрии. И возникает вопрос, нужен ли индустрии такой придаток, если сами по себе бизнес-структура в состоянии наладить систему воспроизводства кадров, ориентированную не на общефундаментальное образование, не на поисковую научную деятельность, а на воспроизводство корпоративных стандартов. На первое место Василий ставит кризис либеральной модели СМИ. Речь идет о том, что за время своего существования СМИ в России не воспитали аудиторию, готовую разделять систему ценностей СМИ, в основе которой лежит свобода слова. И в статье Вы можете найти данные исследований, например, Левада-центра или более консервативные данные ФЦИОМа, связанные с изучением вопроса о целесообразности введения цензуры в СМИ. И опрос показывает, что большая часть аудитории готова с радостью воспринять такое нововведение, что явно противоречит той модели СМИ, в которой свобода слова является одной из фундаментальных ценностей. И еще один вопрос, о котором говорит Василий, это отсутствие системы медиаобразования. То есть, на самом деле это тот же вопрос воспитания медиа-потребителей и, возможно, отбора среди наиболее компетентных медиа-потребителей будущих представителей медиа-сообщества с переводом их в систему профессионального образования. Это точка зрения нынешнего заведующего кафедры журналистики Егорского университета Любови Анатольевны Третьяковой. Основной тезис ее сообщения, который тоже доступен на science-stitchkin.com, это отсутствие кризиса в образовании. По мнению Любови Анатольевны, кризиса журналистского образования нет, есть кризис самих СМИ. Еще одно, на мой взгляд, очень важное утверждение, связанное с предыдущими рассуждениями. Поскольку государство финансирует подготовку журналистов, то государство имеет право формулировать акценты в образовательной программе. При этом есть, на мой взгляд, некоторое внутреннее противоречие с первым утверждением, заявленным госпожой Третьяковой, о том, что в основе журналистского образования должен лежать канал, а не контент. То есть, техническая сторона вопроса, а не содержательное дело. Потому что, все-таки, основу заказа, если мы говорим про государственный заказ, все-таки составляет, ну, если ориентироваться на существующий медиапродукт, составляет именно содержание, а не технология. Потому что технология, в свою очередь, оказывает очень мощное влияние на содержание. Если был бы соответствующий заказ на технологию, то диалоговых форм, каковые являются отличительной чертой современных информационно-коммуникационных технологий в эфире и, в частности, да, и в медиапространстве вообще было бы больше. Мне кажется, что уже это несоответствие является иллюстрацией к вопросу о кризисе журналистского образования. Кризис. Что это такое? В первую очередь, все участники дискуссии, поддерживающие гипотезу о существовании на сегодняшний момент кризиса в системе российского журналистского образования, воспринимают как отсутствие развития. К слову, ориентация на СМИ как приоритетного основного работодателя является также одним из элементов кризиса в условии тотальной медиатизации бизнеса в целом, поскольку любой современный бизнес так или иначе связан с производством медиаконтента, будь то корпоративный сайт, внутрикорпоративные издания. Я не говорю о примерах диверсификации бизнесов, о создании телеканала McDonald's, никак не связанного с основным бизнесом этой корпорации. Последний элемент критической ситуации – это недопонимание журналистским и образовательным сообществом значимости интеракции, двустороннего общения с аудиторией, развернутого общения, содержательного, многоступенчатого общения в несколько итераций. Компетенции, связанные с диалоговой деятельностью, с ведением дискуссий с аудиторией, не воспринимаются ни индустрией, ни образовательным сообществом как сколь-нибудь значимые или тем более приоритетные. Мне, находясь в Югре, очевидно, интересно попытаться локализовать проявление кризиса. Дотационная модель становится основной и источником финансирования являются либо напрямую дотации на обеспечивающие деятельность СМИ, либо договоры на освещение деятельности органов государственной власти, которые, по сути, тоже являются формой финансовой поддержки средств массовой информации. При этом аудиторные показатели не являются значимыми, как в случае с рекламной моделью. Происходит разрыв СМИ и аудитории. Целевой аудиторией медиасообщения становятся инвесторы и трансформируется повестка дня. Мы теряем молодежную аудиторию в системе медиапотребления. Вопрос устраивает ли сложившаяся ситуация аудиторию? Пожалуй, что нет и это нет проявляется в развитии альтернативных медиапроектов или в медиа-активистской деятельности. Если вы вобьете в поиск Google запрос «Ханты-Мансиск», то, скорее всего, на первой странице вы увидите в выдаче, возможно, федералов, федеральные СМИ, такие как, например, АИФ Югра. То есть, это локальная версия федерального издания, но почти наверняка на первой странице среди коммерческих организаций, странички в Википедии и сайтов, связанных с органами государственной власти, вы увидите форум города Ханты-Мансиска. Первую ссылку на СМИ локальные по соответствующему запросу мне удалось найти только на шестой странице поиска. Форум города выполняет функцию сверхлокального СМИ и имеет колоссальную по окружным меркам аудиторию. Для сравнения я брал июльские замеры. Соответственно, по состоянию на июль, по окончании месяца, в период проведения исследования, почти 82 тысячи посетителей, как вы видите, за месяц побывало на форуме города Ханты-Мансиска по данным счетчика OpenStat. При этом на портале издательского дома новости Югры, который является одним из основных окружных медиапроизводителей с точки зрения печатной продукции, за тот же период, по данным счетчика Майл-Ру, побывало где-то около 33 тысяч. То есть, вы видите, что разрыв впечатляющий примерно в 2,5 раза. Аудитория форума города Ханты-Мансиска больше, чем аудитория портала издательского дома новости Югры. Поскольку функция форума или, если пользоваться терминологией Ирины Митнов-Мечевой, функция общественного диалога, в медиапространстве должна быть представлена, а структура, складывающаяся в результате слияния средств массовой информации с органами власти не предполагает реализацию этой функции, возникают проекты, которые сосредоточены на аккумуляции точек зрения аудитории. И есть основания полагать, что такие площадки будут довольно важным элементом медиаструктуры. И дальше вполне возможно, что станут точкой приложения силы для медиапрофессионалов. В моем понимании надежда есть. И надежда на преодоление кризиса, поскольку, как вы уже поняли, я считаю, что кризис в журналистском образовании присутствует. В первую очередь воплощением этой надежды становится образовательная стратегия высшей школы экономики, первой на данный момент учебное заведение, сделавшая ставку на коммуникативистику, подход, в рамках которого журналистика рассматривается как один из видов коммуникационной деятельности, направленный на массовую аудиторию, но при этом признается в существовании и других типов коммуникации, помимо массовой, и это очень важно. Следующая надежда связана с развитием медиаграмотности. Недавно госпожа Жилавская опубликовала информацию о том, что создается ассоциация, призванная развивать медиаобразование и медиаграмотность. Хочется верить, что это направление будет внедряться в систему школьного образования, тем самым готовя компетентных медиапотребителей. Еще одна надежда связана с внедрением в образовательный процесс пунктов, связанных с практическими навыками интерактивности. И здесь есть надежда, что эта инициатива может быть поддержана бизнесом, поскольку чем дальше, тем больше бизнес заинтересован в специалистах, способных к качественной работе с возражениями в высокотехнологичной среде, в модераторах, фасилитаторах, в специалистах по сошел-медиа-маркетингу. И это направление вполне может стать точкой стыковки интересов бизнеса и государства и позволит осуществить преодоление критической ситуации, стагнации в журналистском образовании. Этот пункт также связан с следующей четвертой надеждой на смещение средств массовой информации с позиции основного работодателя для тех подразделений вузов, которые занимаются подготовкой специалистов, которых мы по инерции называем журналистами, хотя термин медиапрофессионал представляется более емким и универсальным. Эти четыре надежды все вместе и каждая в отдельности диктуют необходимость пересмотра образовательных программ и стандартов. Понятно, что это процесс мучительный и те из нас, кто переживали переход со стандартов второго поколения на третий, потом с третьего на три плюс, то, что происходит сейчас, вероятно, посмотрят на меня волками. Но речь идет не о пересмотре стандартов по формальному признаку, речь идет о пересмотре подхода. И если вышка смогла этот переход осуществить и провести стандарт, связанный с медиакоммуникациями, а не с журналистикой, значит, в принципе, это задача решаемая. В этот момент я должен был бы предоставить слово вам, предложить вам задавать вопросы, высказываться, но мы приняли решение не отдаваться на волю интернет-соединения, поэтому вы видите мое выступление в записи. Однако я очень надеюсь на то, что обсуждение состоится. Я рассчитываю на то, что Роман Петрович передаст мне материалы этого обсуждения с тем, чтобы я мог расширить свое представление о текущей ситуации с использованием вашего опыта в журналистском образовании и, пускай заочно, но так или иначе в этом обсуждении поучаствовать. Если же вы захотите адресоваться ко мне напрямую, то можете это сделать с помощью моей электронной почты, которая указана в материалах конференции, либо, используя профили в социальных сетях, я всегда рад слышать вас, читать ваши сообщения. Спасибо за внимание.